всем привет итак сегодня полуфинал постройки фрезерного станка для новых зрителей я сейчас покажу полностью как он выглядит чтобы имели представление хотел ставить его вместо сверлильного станка на деревянный стол но по весу вижу что когда-нибудь вместе с этим столом завалится на меня и поэтому пришлось мне делать под него стол отдельный с 200 литровой бочки обрезал верхушку советской не жестяной которые сейчас а советской бочки обрезал верх куда хорошо очень стал маховик с тесту 50 с трактора и видите да вот на 8 болты я его закрепил там ну ножки понятны распорки так дальше начал крепить крестовой стол как раз таки загвоздка у меня крестовом столе получилось если бы я его успел доделать возможно сегодня был выпустили бы стружечку фрезеровку показал бы а так сегодня думаю показать вам пока что только сверление потому что стол я не успел закрепить с его крепежкой торопиться нельзя и поэтому вот она верхняя часть она еще не закреплена нижняя закреплена но не выставлялась она у меня как на станке токарном поворотная то есть она просто сейчас затянута закреплена закреплена она через стальную пластину вот эта круглая пластину вот это это у меня раньше на станке стояла двадцатка пластина а вот эта стальная плита и насквозь и насквозь болтами на 14 скреплена в маховик ну то есть сверлился полностью сверлил так что у меня старая дрель разлетелся редуктор и когда разлетелся редуктор я вспомнил что как раз вовремя у меня появился перфоратор ты декор которая показывал прошлом видео через переходник сдс патрон 16 сверло и я запросто просверлил отверстие поставил в режим сверления без удара на четырнадцатом сверле единственное что уже когда сверло было на выходе начала срабатывать трещотка а так запросто сверлит то есть как дрель его использовать можно свободно и еще в виду конструктивной особенности хвоста века sds плюс ну то есть он вот играет в патроне я думал будет биение на сверле оказалось вполне себе биение центр ловит нормально все прелестно вот и короче у меня выручил и плюс меня еще выручил гайковерт он у меня первый раз жизни и знаете вот нет инструмента ну и живешь без него как только появился кто вот занимается подобными вот такими станка строениями знает да сколько раз приходится за день снимать разбирать собирать один и тот же узел если бы не он у меня столько времени ушло чтобы разбирать все это ключами а так только единственное перед собой нужно положить головки какие нужны именно для разборки чтоб не путаться покрытие у него интересное вообще не марка я им работал перфоратор если вот под замазался от грязных перчаток здесь только вот масло вылетает в эти отверстия протер вот так и он чистый после работы отличная штука правда рекомендую для дома сама то но так как мне важен был не этот узел этот узел в общем то в последнюю очередь делается то его закрепил просто чтоб поймать центр патрона а главный узел был уже у меня здесь самый главный такой геморрой чик сейчас его ниже опущу хотя не покажу как раз что я сделал для опускания прошлое видео я показывал вот этот редуктор который идет уже на винт редуктор с мотороллера муравей еду может здесь ручку делать но так как у меня переигрались планы и я ставлю его не на стол а просто к стене у меня получилось что здесь если я сделаю штурвал прям впритык к стене я его не покручу и поэтому поставил еще одну велосипедную звездочку большую меньше и потом через весь стол шпилька на 16 выходит как раз туда где нужно крутить вот так через весь стол и проходят ручка и можно крутить поднимать поднимать опускать легко и непринужденно правда долго крутить теперь приходится потому что уже вроде два редуктора получилось теперь извиняйте за болтанку камеры но со штативом тут не провернешься к малой продольный прикрутил полосу с приваренными ушами а это крепление у меня она была на двигателе на сверлилки то есть прикручивается гайки там также приварены как вот здесь так и здесь приварены гайки это местоположение двигателя можно менять вот так у него примитивно натяжение то есть от головы отталкивается резьбу накручиваешь и он отталкивается натягивается шкивы выливал алюминиевые только с остальными ступицами если дашки вылью делаю ступицу остальную потому что все таки сама пальному алюминию сильно доверия нет и тем более в нем в него вкручивать гужоны возможным обрыв резьбы и поэтому всегда делаю стальные вот пожалуйста гужон стальной закрутил шпон паз и никуда он уже не денется и также здесь но здесь его а я не знаю видно будет вот он вот она на этот гужон чик тоже так ну и получилось у меня двигатель видите как стоит близко сильно ко мне скажем так назад назад его отвести сильно не получится потому что здесь вот расстояние какое-то винта все дальше уже никуда так бы я думал вот здесь можно было поставить бы ролик вазовский чтобы ремень и но обводила так спадал под углом но смысла нет ни уже двигатель дальше отводить а если выше поднять шкив вот этот вот можно было дать ли другой шкив чтоб он выше стал и ремень свободно туда пойдет тогда но тогда регулировка вот здесь вот гайки ты будет мешать ремень будет возле болта проходить короче тоже не то не али оставил так пока пока мне главное запустить его сделать проверить будет ли он вообще фрезеровать а тогда уже по желанию дорабатывать так с этой стороны где была рейка прошлом видео здесь стояла рейка с маховика и шестерня от насоса нша ну передвигалась так как шах был неродной тем более маховик я выровнял получилось со стуком да она чуть ли не падала получается на каждый зуб решил сделать вот так вот по типу по типу по типу сверлильной стойки на двух шарнирах рычаг и пружина натяжник вот так она будет работать но выяснилось еще то что как я понимаю сильно расхлябанная малая продольная вот это вот дело в том что сейчас двигатель он перекашивает на свою сторону и вот например опускать поднимать ее опускается еще ничего то назад назад туговато но пускать уже плавно можно ну туговато ну и сейчас для любителей поприкалываться поржать в комментариях я расскажу для чего вот этот кубик приварен вот этот кронштейн сейчас я вам покажу поржете ну готовы кто жует лучше остановитесь на секундочку тадам ничего умнее как вот это вот коромысла сделать мне в голову не пришло то есть уравновесил двигатель более-менее ну понятно ко мне эти я уберу что-то надо будет покрасивее выдумать но не знаю тут никак не дошло до меня как бы пружинами выровнять или еще чем-нибудь мне человек один писал возможно как его короче газовый амортизатор поставить может быть не знаю посмотрю потом в будущем но зато вот благодаря вот этой штучки она начинает бегать совсем по-другому вот теперь даже сдалека рукой смотрите что делаю она сразу играет нормально видите то есть по большому счету вот эта вот штука она будет почти воды стены и она мне здесь мешать не будет вот на место станка она встанет туда к стене у меня там ничего нет ну только говорю сюда что-то другое сюда или огнетушитель можно какой-то закрутить вот так как колбу а в огнетушитель или свинца налить или болтов накидать старых отрегулировать то есть чтобы были одинаково если потяжелее сделать знаешь можно будет ближе подвинуть сюда это видно будет вот так вот она теперь только вот все равно вот эта пружина у меня 4 металл ну толщина пружины смотрите для полностью поднимаю до верха падает уже на не смогает тянуть есть еще пружина пятерка есть пружинка пятерка но я еще не пробовал потому что сейчас вот на четверке во всяком случае нажимается легко то есть я буду чувствовать тоже сверло когда сверлить я его буду чувствовать а если поставить тугую пружину наверное будет тяжело давить ну не знаю это все проверю так что еще и тут доделал вроде все так ну еще любителям поржача покажу биение конечно правда я не знаю как с таким биением будет фрезеровать но сейчас покажу вот так вот бьет сверло четыре с половиной сейчас поставил длинная и вот не знаю в будущем хоть даже были бери и заново перетачивать шпиндель у меня в станке не получается его вытащить с одной установки а с двух установок как вот не пытаюсь биение есть патрон не показатель его сверло короче бьет вот втулки как ходят и что мне с этим делать я не знаю ну сверлить то пойдет да но вот фрезеровать я же говорю это же получается любая фреза будет только одним пером работать это под углом наверно скорее всего краем пера или как не знаю ладно буду потом посмотреть передача сделал один к двум двигатель тысячник и поэтому на двигателе там 50 с копейками диаметр на шпинделе 100 получается когда на частотники будет 50 герц на фрезе будет 500 оборотов ну плюс минус там ладно понятно все не высчитал вот или поэтому вот сейчас например 12 герц стоит значит сколько 120 оборотов у сверла добавляю ну короче проще считать тахометра не надо пока вот так он бегает чуть-чуть забыл рассказать же еще про малую продольную из-за того что она разбитая у меня по большому счету ее не получается как сказать ну то есть вот если я сейчас опускаю ведь она играет туда-сюда болтается если я поджимаю клин более-менее она начинает здесь тут уже идти не клинит короче полностью вверх-вниз не работает поэтому ну для сверления так пойдет да а для фрезеровки задумал вот такую штуку то есть вот в этом винту вот в этом винту на котором ходит шарнир докажу вам показать что последнее то было вот 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 он этот винт палец на котором ходит шарнир рычаг внутри отверстия и болт поджимной на 6 то есть если я его сейчас подожму он жмет клин и стопорит эту малую продольную а дальше я вытащил точно такую же гайку это вот гайка с винтом с малой продольной с этой с вертикальной подачи точно такую гайку только внутри сделал резьбу 16 гайка встала малую продольную здесь внутри через нее идет шпилька на всю длину здесь она выходит и снизу она выходит из двух сторон гайки здесь гайка и также сверху гайка то есть после того как я подтяну этот болтик винтик то есть клин зажму мне можно будет подтягивая сверху или снизу гайку ее двигать по чуть-чуть но это планы вот на фрезеровку не знаю что получится тут это даже не колхоз это уже мозги кипят короче неделю уже провел с этим фрезером и походу у меня надо просто отдохнуть от него и может тогда что путевую голову придет круче все дела в малой продольной одну из брать из крестового стола какую-нибудь тогда на крестовой стол это все равно не пойдет потому что у нее ходу получается 10 сантиметров туда-сюда поэтому я ее сюда и поставил и он такая разболтанная на крестовой стол она тоже не покатит ну а теперь давайте посверлим как то так я побольше сверло возьму сейчас двадцаткой попробую только втулка без хвостовиком без крепления резьбового поэтому возможен вылет в моих самодел как все возможно пробуем так обороты получается 140 час блин 140 оборотов маловато гляньте тормозит но это правда я уже давлю специально сейчас добавлю так 25 герц получается 250 оборотов ладно попозорился и хватит сверло точить надо вот такое но пока получается мое чудо раз чудесное можно сказать видео ни о чем да ну круче жду ваших советов по обязательно по вот этому вот узлу может у кого четко хорошая мелькнет мысля и газовые пружины амортизаторы помогут или нет хотя с такой продольной она болтается прям видно будет на глазах да не знаю что тут фрезеровать у меня получится так ладно все сегодня нотка грустная да ей приболел чуть-чуть и слова не вяжутся и мысли путаются не знаю что показать поэтому в общем то сегодня видео для того чтобы она просто было простить уж меня все давайте всем удачи здоровья в пятницу постараюсь обязательно алюминиевая бронза